мы можем полностью вырастить новую печень за 7 лет мамам говорят что ребенок подожди ребенок просто израстет когда ко мне приходит 10-летний ребенок у которого на узи жировая дистрофия печени то есть уже это не пройдет съешь конфет не подкорми свой мозг нет это явный путь к сахарному диабету все дети любят сладкое этот факт не вызывает сомнений хотя должен вызывать опасения если конечно вы желаете своему ребенку добра они используете чупа-чупс как средство например успокоения или поощрения можно ли совсем убрать сладкое из рациона ребенка и почему сахар так вреден сегодня обсудим этот вопрос программе интервью с врачом персонализированной медицины и нутрициологом тачаной щербич татьяна анатольевна здравствуйте добрый день чтобы понимать проблему нужно знать ее корень вот объясните почему дети ну вот практически за очень редким исключением любят сладко просто обожают но это свойственно ребенка потому что в период интенсивного роста действительно ему нужно много энергии а где он сможет получить самую простую энергию это из углеводов поэтому да у детей есть определенная зависимость к сладкому только потому что это очень легкий источник энергии да 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 период интенсивного роста ребенок же растет особенно до подросткового подросткового возраста подростковом возрасте уже потребность сахара должна снижаться так ну а вообще вот если вот в идеале до скольки лет ребенку не стоит знать вкус конфет до 3 до 3 до 3 лет это очень важно потому что это тот период когда уже формируются пищевые привычки если годовалому крошечку начинает крошечки начинает давать какие-то конфеты или сладости те которые не очень полезны то происходит зависимость и он будет потребность по больше то есть ему захочется больше этого сладкого больше больше и больше после трех лет когда у нас уже сформировались пищевые привычки то есть наш ребенок кушает как положено три раза в день мы даем ему десерт полезный какой-то у такого ребенка уже не будет таких зависимостей это очень важно что первое первое какая-то сладость ребенку должна была предоставлена после трех лет из такое мнение что зависимости от сладкого у ребенка формируется еще в трубе верно верно почему как он же прямая связь с мамой то есть зависимости от того что мама какие продукты принимает ребенок получает абсолютно все то же самое и тут дело в том что даже если мама пьет пакетированный чай вот эта целлюлоза переходит через плаценту к ребенку и в крови новорожденного мы находим пластик даже вот так это это вот серьезная ситуация что уж говорить о сахаре конечно то есть это получается если мама не хочет чтобы у ребенка были в будущем проблемы тоже во время беременности нужно ограничивать потребление сахара я бы даже сказала когда мама хочет здорового ребенка то до наступления беременности она уже должна поменять свой стиль жизни сахар это получается он настолько влияет на наш организм верно верно если мы даем допустим и съедаем мясо в котором содержится витамин b12 белок и железо и все это поливаем кетчупом которым очень много сахара то у нас не b12 не белок не железо не всосутся вы говорили что вашему поколению очень повезло что вы росли без конфет в принципе и мне тоже отчасти повезло не так как вам но мы немножечко за очень редким исключением ели сладкой дети сейчас современные растут в полном доступе сладостей был в любом ларьке супермаркете гипермаркете и как ребенку объяснить что вот это вот вкусно нельзя как его мотивировать опять же формирование привычки если родители беспокоятся о состоянии здоровья ребенка они никогда не дадут ему никакую синтетическую сладость до трех лет в три года ребенок уже более осознанный и здесь они должны обсуждать что можно поощрение очень это вот неправильный момент когда поощрением а давай ты съешь капусту я тебе дам конфетку то есть так нельзя говорить так абсолютно недопустимо или ты выучил в роте уроки получил пятерку я тебе дам куплю шоколадку то есть поощрением должно быть забота а не замена сладостям вот это вот формирование этого пищевого поведения конечно мы можем получим помочь только родителям в этом плане уже вообще все такое хорошее ассоциируется со сладким те же не знаю там дни рождения праздника как же без торта конечно почему нет действительно но если у нас это событие то есть какой-то чай пить и дома да то есть мы один раз в неделю делаем какие-то чит дэй да то есть мы можем испечь что-то вкусненькое сладкое собраться всей семьей и все это съесть но вопрос в том что это не должно быть ежедневным то есть ежедневно должно быть настолько сбалансировано питание чтобы ребенок не думал о том что ему нужно что-то сладкое если в питании у нас достаточно белка достаточно клетчатки жиров то ребенок не будет хотеть сладкого он может хотеть вот десерты те которые вы ему предложите что такое сладко за яблоко запеченное с корицей это сладкое блюдо будет для него но это никак не будет какой-то синтетической конфеты которая даже в своем составе современные конфеты ведь не содержит даже шоколад да но я там очень хорошо понимаю вас то есть и мне тоже вкуснее запеченное яблоко с корицей но объяснить и ребенку который знает как вкусно хрустят шоколадки как там вот эта карамель растекается а яблоко для для него уже вот что это хорошо но мы можем дома приготовить десерт что-то хуже можем допустим вот если не хрустящие что-то растекается карамель пожалуйста мы можем делать пасту из фундука шоколадная паста из фундука делается очень просто это можно дома сделать но родители если реально заботятся о состоянии здоровья они должны знать ингредиенты которые входят тот продукт который они ему дают и когда они один раз прочитает или несколько раз состав шоколада в котором у нас нет каких-то неизвестных вообще в которых существуют неизвестные нам слова то стоит задуматься а будет ли полезно это моему ребенку это да а вот смотрите ну например предположим что в семье более-менее следят за употреблением сахара но есть же такие факторы как например бабушки как например гости да когда ты приходишь и ребенок видит и может быть скучая да по такому приторному вкусу да или те же карманные деньги я очень часто вижу проходя мимо там парков да дети идут из школы заходят в магазин и вот не знаю с пачками там кукурузных палочек или шоколадок выходит но это же опять же формирование пищевого поведения в семье то есть тот ребенок который сбалансирован по питанию он гораздо проще будет относиться вот к тем вот соблазна то есть он даже может и не съесть только сколько другой ребенок съезд если в семье это заведено что у нас всегда ваза с конфетами стоит или там какие-то шоколад всегда есть то конечно ребенок будет готов тому что все это нужно поглощать в 2004 году когда я была на конференции нам тогда сказали что все дети рожденные в 2000 году к двадцать пятому году будут иметь или сахарный диабет или инсулин резистентность это был 2004 год мы не поверили что это возможно сейчас каждый второй ребенок ко мне заходит в кабинет он имеет или инсулин резистентность или уже сахарный диабет потому что перебор углеводов явный а это уже необратимый процесс то есть если допустим мы на раз и навсегда откажемся от сахара то у ребенка выровняется конечно конечно да ведь к сожалению ситуация такова что дети да и все получают энергию из углеводов и из жиров то есть из жиров мы получаем в два раза больше энергии чем из углеводов если ребенка будет сбалансировано питание по жирам и белкам он будет проще относиться к этим углеводам и когда уже риски есть то есть перебрали да реально сахар организм восстанавливает все мы можем полностью вырастить новую печень за 7 лет да это это уже раньше если много лет назад когда врачом работала на классической медицине это 80-е года у нас жировой гепатоз жировая дистрофия печени было алкоголиков 65-летних а сейчас я вижу у детей 10 лет у него жировая дистрофия печени и веногними к этому сахар и сейчас существует понятие не алкогольная жировая дистрофия печени вызвана перебором углеводов то есть мне кажется это страшно уже это должны родители задуматься и бабушки которые хотят вырастить здорового внука почему внук болеет часто потому что бабушка кормит конфетами а если бабушка вместо конфет будет водить его зоопар прогулки ребенок должен два часа ежедневно быть на улице что и сладкого можно есть сейчас существуют уже кондитерские магазины какие-то кафе где можно купить достаточно полезный десерт популярным становится у нас тюмени это чео пудинг семена чео взбитые с ягодами с кокосовыми сливками то есть достаточно сладкий и полезный компонент где мы получим много очень жиров и очень много белка и тогда мы не захотим уже какое-то синтетическое пирожное съесть какие-то конфеты какие-то конфеты опять же состав масло какао какао порошок кероп то есть сладковатые но их много не съешь а дети такое будут есть конечно они с удовольствием едят у меня же многие мамочки прям выставляют как они вместе с детьми готовят то есть мои пациенты и дети это едят и ребенок понимаешь что вот это вкусно и полезно это мы с мамой приготовили а вот то что тетя принесла может мы с мамой рассмотрим полезно или не полезно вот так нужно ребенка воспитывать ну давайте еще поговорим немного про сахарную зависимость когда начинается вот первые звоночки на что нужно обратить внимание как первый звонок это когда ребенок постоянно голодный то есть он всегда что-то хочет есть но совсем плохо уже когда ребенка наступает жажда особенно вечернее время это уже нужно задуматься о том что не перебор углеводов ли есть конечно повышение веса то же самое если мы видим что уже где то есть на боках отложения то нужно подумать о том что сахарный диабет не рядышком ли нам стучит уже дверь то есть когда уже мы видим изменение веса да это уже серьезно нужно задуматься о том что что сделать чтоб сейчас помочь ребенку а не добиться когда он уже окажется там на больничной койке и оттуда конечно сложнее будет возвращаться ну и конечно мы не я так правильно понимаю да что мы не просто ребенку ограничиваем сладкое в целом вся семья уходит от этого конечно такого не бывает что если семья естор да они не ждем растущий организм конечно мы прям вместе обсуждаем папа мама там 23 ребенка вместе обсуждаем что на сегодняшний день нам нужно на наши тарелки на кончики ножа 1 вилки должно быть чтобы нам вырасти здоровы то есть опять же если мы здоровы это мы добиваемся каких-то больше успеха ведь больной человек у него задача выздороветь а у здорового человека добиться каких-то целей но на самом деле вот звучит все достаточно привлекательно и здорово но я боюсь что на практике можно столкнуться с огромным количеством проблем вот ребенка же иногда просто не заставить съесть не брокколи тогда и какие-то овощи если конечно как никогда не нужно заставлять ребенка что-то съесть никогда то есть ребенок организм ребенка выбирает то что ему на данный момент нужно и конечно отварное брокколи не будет таким привлекательным вкусным блюдом да даже для меня вкусный брокколи это брокколи обжаренный на сливочном топленом масле посыпанные какими-то специями то есть чуть-чуть с корочкой и сыром такое будет есть ребенок мы не идем к кому-то аскетизму там брокколи гречка и рис не мы стараемся креативить да и придумывать интересное чтобы вместе с ребенком да то есть куда мы можем вот это полезный овощ как мы можем его приготовить чтобы тебе он был вкусно и дети сами подсказывают прислушиваться к ребенку к его желаниям да и до повышать уровень чтобы понимать понимать почему да не заставлять вот ты пока не съешь этот борщ ты не получишь шоколадку нет это не способ дружба со сладким возможно или нет как то можно выстроить отношения нужно первое знать меру когда мы едим сколько сколько мы его идем скажите ну если по граммам углеводов в день то это примерно от 130 граммов до 230 в зависимый для ребенка и ребенка это сколько 2-3 в зависимости от того какая у него физическая нагрузка чем меньше физическая нагрузка тем меньше углеводов чем больше физическая нагрузка тем больше мы можем позволить углеводов ну конечно это углеводы не должны вот допустим мы съели с вами кукурузу сладкую кукурузу 120 грамм мы 100 грамм уже углеводов получили нужна ли нам такая кукуруза может мы тогда лучше сидим какой-то пирог который мама там на протеиновой муке испекла с какими-то орешками или орехи там какие-то да пусть они там могут с медом или еще с чем-то лет тогда мы меньше получим углеводов и можем побольше уже этого продукта съесть первое правило в дружбе со сладким это контроль к колечке количество и качество да они еще какие правила чистота то есть в семье должно быть какая-то традиция что суббота воскресенье у нас есть какие-то вкусняшки то есть мы можем себе позволить все то что нам нужно а если еще после этого мы пошли там на улице покатались горки лище чем-то позанимались то мы эти углеводы уже быстренько выработали то есть если я всегда говорю если вы пошли куда-то на день рождения что-то там съели обратно возвращайтесь пешком и чтобы не хотеть у нас должно быть достаточно белка жиров и клетчатки вот это важные компоненты то есть учимся дружить спасибо вам большое татьяна анатольевна спасибо всего доброго напомню что сегодня в гостях программы интервью был врач персонализированной медицины и нутрициолог татьяна щербич меня зовут екатерина федорова увидимся на нашем канале